В разговоре по существу и не только мы не раз затрагивали тему наркомании и распространения опасных веществ, причем с разных сторон. Сегодня хотелось бы подробнее поговорить о таком аспекте данной проблемы, как транзит наркотиков. Для этого мы пригласили в студию Брестского транспортного прокурора Валерий Михайлович Королюк, мой собеседник сегодня. Здравствуйте еще раз, Валерий Михайлович. Уважаемые телезрители, в течение получаса мы ждем ваших звонков 21 55 65, задавайте вопросы, высказывайте свое мнение. Валерий Михайлович, что входит для начала, начнем издали, что входит в круг задач транспортной прокуратуры? В соответствии с законом Республики Беларусь о прокуратуре, в соответствии с приказом генерального прокурора и соответствующим приказом прокурора Брестской области, на Брестскую транспортную прокуратуру возложены обязанности по осуществлению надзора за исполнением законодательства и законностью правовых актов на предприятиях транспорта. Это в первую очередь предприятия железнодорожного транспорта, которые в нашей области представлены двумя отделениями железной дороги, это Брестская и Барановическая, а также рядом предприятий, входящих в состав государственного объединения Белорусская железная дорога. Кроме этого, на Брестскую транспортную прокуратуру возложены обязанности по осуществлению надзора на предприятиях, осуществляющих международной автомобильной перевозки, на предприятиях, осуществляющих эксплуатацию международных и республиканских дорог на территории области. Кроме этого, также на предприятиях воздушного транспорта, на предприятиях речного водного транспорта, а также на предприятиях, эксплуатирующих магистральные трубопроводы, которые на территории Брестской области представлены двумя магистральными предприятиями. Это ОАО «Гомель Транснефтедружба» и «Газпром Трансгаз Беларусь» это управление Кобринское магистрального газопровода. Кроме этого, на Брестскую транспортную прокуратуру возложены обязанности по осуществлению надзора за рядом контролирующих органов в сфере транспортной безопасности. Это транспортная инспекция, это государственная инспекция по маломерным судам и ряд других контролирующих органов. Кроме этого, также возложены обязанности по осуществлению надзора за Брестской таможней и в целом осуществлением надзора за исполнением таможенного законодательства. Также мы осуществляем надзор за деятельностью двух отделов внутренних дел на транспорте, это Брестская и Барановичская. А также осуществляем надзор за доследственным и досудебным рассмотрением производством по делам Брестской таможни, а также за расследованием уголовных дел, совершенных на транспорте в таможенных органах и в Брестской таможне подразделениями Следственного комитета. При осуществлении своей деятельности, в первую очередь, мы, конечно, уделяем внимание надзору за исполнением безопасной эксплуатации транспорта. В текущем году по проведенным проверкам, по выявленным нарушениям, нами был принят ряд актов прокурорского реагирования, в том числе внесено 41 представление. Из них взять, значит, это в первую очередь по безопасной эксплуатации железнодорожного транспорта, в том числе внесено 6 таких представлений, три представления внесено по результатам проверки безопасности на объектах воздушного транспорта, два представления было внесено по результатам проверки на объектах, осуществляющих безопасную эксплуатацию магистральных трубопроводов. Вот, также был внесен ряд актов реагирования при проведении проверок по надзору за исполнением антикоррупционного законодательства. Ну что ж, я думаю, вы уж меня простите, мало кто запомнил, да, круг вот тех направлений, в которых вы работаете, за которыми надзираете, скажем так, да, но сфера достаточно широка, я бы хотела сказать, и ответственность, конечно, очень высока. Насколько велик транспортный поток сегодня, и какова его роль на сегодняшний день в социально-экономическом развитии, насколько вот действительно важна ваша работа, и насколько прозрачной чиста должна быть эта сфера? Значит, по территории Брестской области, поскольку она является приграничной областью, проходят достаточно крупные транспортные транзитные потоки, это и автомобильные, и железнодорожные, и, безусловно, они вносят свою немалую лепту в экономическое развитие в целом области. Для примера могу сказать, что для обслуживания вот этого транзитного транспортного потока на территории области имеется 19 пунктов таможенного оформления, которые расположены в пунктах пропуска через государственную границу. 11 из них находятся на границе с Республикой Польша, 8 на границе с Республикой Украина. Основная часть транспортного потока у нас идет через такие пункты таможенного оформления, как Варшавский мост, Козловичи, а также железнодорожный пункт пропуска Брест. Что касается экономической составляющей, ну вот для примера могу сказать, что вот по результатам уже работы в текущем году Брестской таможней взыскано и внесено в республиканский бюджет таможенных платежей на сумму эквивалентную почти полмиллиарда долларов. Что касается развития транспортного потока, то безусловно здесь имеют место в первую очередь соблюдение и сроков, и безопасности при осуществлении перевозки грузов. В данном случае Брестской транспортной прокуратурой уделяется большое внимание именно в первую очередь, как я уже говорил, обеспечению безопасности на транспорте, а также сохранности транзитных грузов. Данные вопросы неоднократно выносились на обсуждение, на заседание координационного совещания по борьбе с преступностью и коррупцией Брестского транспортного региона. Что касается вот этих объемов, которые идут, ну для сравнения могу сказать, что ежемесячно, ежемесячно через Брестскую область, через государственную границу следует порядка 2000 железнодорожных составов, порядка 200 тысяч легковых автомобилей, порядка 30 тысяч грузовых автомобилей, порядка 5000 автобусов. Ну что касается граждан, то это порядка 700 тысяч ежемесячно пересекают государственную границу на территории Брестской области. Основная часть их – это транзитные пассажиры и транзитные грузы. Да, так давайте теперь подробнее поговорим о тех самых нарушениях. Об одном из них мы особенно подробно поговорим, но тем не менее, чаще всего какие нарушения выявляются и какие на сегодняшний день вызывают наибольшее беспокойство, в частности у вас, как у представителя транспортной прокуратуры? Значит, в целом снижение преступности на объектах транспорта, оно характерно как для этого, так и предыдущего года, вместе с тем вызывает обеспокоенность, в частности, рост таких преступлений, как кражи на объектах железнодорожного транспорта. В текущем году возросло количество выявленных фактов незаконной миграции, незаконного пересечения государственной границы на объектах железнодорожного транспорта. В частности, впервые в текущем году возбуждено два уголовных дела по факту организации незаконной миграции граждан с использованием железнодорожного транспорта. Данные уголовные дела возбуждены в отношении иностранных граждан, в частности граждан Евросоюза, и они занимались непосредственно организацией незаконной миграции граждан азиатско-африканского региона в страны Евросоюза. Что касается уголовных дел, связанных с нарушением таможенного законодательства, то, безусловно, вызывает озабоченность рост количества преступлений, связанных с незаконным перемещением товаров через таможенную границу Евразийского экономического союза. В частности, из них вот именно основная масса этих преступлений и рост данной категории преступлений наблюдается. Это рост количества преступлений, связанных с незаконным перемещением через государственную границу наркотических средств и психотропных веществ. Если взять в сравнение даже с предыдущим годом, то если в 2017 год таких уголовных дел было возбуждено 52, то в текущем году уже 59. Особую озабоченность вызывает тот факт, что впервые за многие годы в текущем году было выявлено три факта незаконного перемещения через таможенную границу наркотиков именно несовершеннолетними. Двое из них, в отношении двоих были возбуждены уголовные дела, они привлечены к уголовной ответственности. Один из них на момент незаконного перемещения не достиг возраста уголовной ответственности, в отношении его приняты профилактические меры. Родители, граждане Чехии были привлечены к административной ответственности по постановлению Брестского транспортного прокурора за ненадлежащее участие в воспитании несовершеннолетнего. То есть можно смело сказать, что на фоне предыдущих лет на сегодняшний день отмечается рост транзита, да? Значит, что касается развития транспортного потока, в частности транзитного, то безусловно в последние годы он развивается и развивается в условиях достаточно жесткой конкуренции. Причем конкуренции не только между перевозчиками, но и конкуренции между видами транспорта. Потому что значимую роль в последние годы имеют не только стоимость транспортных услуг и согранность грузов, но и сроки поставки грузов. В связи с чем серьезное развитие в последние годы на территории Республики Беларусь в целом и в Брестском транспортном регионе, в частности, именно перевозки, связанные с осуществляемой железнодорожным транспортом. Здесь необходимо отметить, что с развитием так называемого транспортного потока новый шелковый путь – это перемещение товаров из Китая в страны Евросоюза. Часть этого потока, одна из основных частей этого потока пошла именно через Брест. И на сегодняшний день развитие именно контейнерных перевозок по данной программе позволило увеличить транспортный транзит, в частности, транзит контейнерных перевозок ежегодно по Брестской области где-то на 25%. Если взять вот для сравнения по результатам работы за 2017 год, за весь 2017 год по Бресту было осуществлено 100 тысяч, перевезено 100 тысяч контейнеров, то в настоящее время уже по результатам работы за 10 месяцев данный объем контейнерных перевозок был, значит, выполнен. И наблюдается его развитие. Развитие транспортного потока, оно влечет и развитие инфраструктуры, транспортной логистики. В частности, наверное, с развитием вот этих вот железнодорожных контейнерных перевозок и развитием транспортного транзитного потока в настоящее время строится всем известная самая крупная в нашей стране транспортная развязка – это западный обход. Кроме этого, в развитии транспортных перевозок именно в Брестском транспортном регионе необходимо отметить, что в текущем году было завершено модернизация переоборудования взлетно-посадочной полосы. В Брестском аэропорту приняты меры по совершенствованию технических средств авиационной безопасности. И в настоящее время впервые за многие годы в осенне-зимний период в Бресте осуществляются регулярные авиарейсы из Бреста в Египет. Соответственно, развитие транспортного потока требует дополнительных мер по обеспечению и безопасности транспортной, и безопасности грузов. В принципе, именно в данном направлении, в первую очередь, Брестская транспортная прокуратура и уделяет свое внимание по координации деятельности как грузоперевозчиков, так и правоохранительных органов. Хорошо. Возвращаемся к основной теме нашего разговора – это транзит наркотиков. Развитие такой транспортной сети, оно отражается как-то и на увеличение случаев транзитно-наркотических средств? Значит, увеличение количества фактов незаконного перемещения через таможенную границу наркотических средств, оно характеризуется в первую очередь, если проанализировать все уголовные дела, которые были возбуждены. Это, в первую очередь, конечно, ввоз наркотических средств из стран Евросоюза к нам, в том числе и транзитом. Чем это обусловлено? Ну, в первую очередь, наверное, тем, что более доступны они в последнее время в связи с либерализацией, скажем так, в какой-то части так называемого оборота более легких наркотиков. Приобретение данных запрещенных ограниченных веществ стало более доступным в странах Евросоюза. Соответственно, это, наверное, связано и с некоторыми миграционными процессами в странах Евросоюза. Поэтому вот этот поток наркотических средств в настоящее время, он идет в основном на ввоз из стран Евросоюза. Что касается объемов вот этих вот, значит, ну вот приведу пример. По 2017 году, по результатам работы за 2017 год, выявлено было и изъято из незаконного оборота, именно при незаконном перемещении через таможенную границу Брестской таможни, более 300 килограммов наркотических средств. Вот, в частности, приведу такой пример. В феврале прошлого года, при осуществлении операции таможенного контроля товаров, следующих из Европы в Российскую Федерацию, польским перевозчикам в прицепе грузового автомобиля было обнаружено опасное наркотическое средство «Гашиш» общим весом более 300 килограммов. Вот, также, если брать по результатам работы за прошлый год, это более полукилограмма особо опасных психотропных веществ. Что касается этого года... Валерий Михайлович, давайте мы остановимся немножко, я вас прерву, и посмотрим небольшое видео материал, в котором как раз-таки парочка примеров этого года будут показаны наглядно. Распространители наркотиков все больше изощряются в способах хранения и распространения опасных веществ. Оригинальный тайник организовал житель Кобринского района. Правда, рано или поздно, как известно, все тайное становится явным. Сотрудниками Кобринского РОВД был задержан 90-го года рождения местный житель, житель деревни Залесье, который хранил по месту жительства высушенную марихуану. В ходе проведения оперативных мероприятий было установлено, что мужчина организовал три тайника в лисьих норах вблизи полигона твердых бытовых отходов Кобринского района. В ходе осмотра было обнаружено 470 высушенной марихуаны граммов, а также 73 грамма невысушенной марихуаны. По данному факту возбуждено уголондела по части 1 статьи 328. Не удается избежать наказания и тем, кто пытается перевести наркотики через территорию нашей страны. Так, весной этого года удалось предотвратить незаконный перевоз опасного вещества через государственную границу с Украиной в Беларусь. В пункте таможенного оформления Макраны был задержан 28-летний житель областного центра на основе статьи 108 Уголовно-процессуального кодекса Республики Беларусь. Одно из последних задержаний произошло на пункте таможенного оформления Варшавский мост. Крупную партию наркотиков нашли в бензобаке российского автомобиля – около 47 килограмм гашиша и 200 грамм кокаина. Опасные вещества переданы в Управление государственного комитета судебных экспертиз Беларуси по Брестской области для экспертизы. Вот такие случаи, причем здесь указаны и легкие наркотики, и достаточно тяжелые. То есть диапазон этих наркотических средств достаточно широк, насколько я понимаю. Вот если брать по этому году более 75 килограммов наркотических средств, более 300 граммов особо опасных психотропных веществ, следует отнести также к данным правонарушениям таможенного законодательства и незаконное перемещение через таможенную границу. В текущем году более 1700 разовых лекарственных средств, содержащих опасные психотропные вещества, которые также запрещены. Что касается ответственности, вот по текущему году недавно состоялся приговор суда в Бресте, привлечен к уголовной ответственности гражданин Российской Федерации, который незаконно пытался перевезти из стран Евросоюза в скрытом в автомобиле более 23 килограммов наркотического средства «Гашиш». Приговором суда, в настоящее время он еще не вступил в законную силу, ему назначено наказание по статьям 328 прим. части 2 и 328 части 3 за незаконное перемещение через таможенную границу в крупном размере, незаконное хранение и перевозку с целью сбыта опасного наркотического средства, наказание в виде лишения свободы сроком на 14 лет с конфискацией имущества. В настоящее время также в одном из судов Брестской области рассматривается уголовное дело в отношении гражданина Польши, который незаконно перевез и пытался сбыть на территории области более 300 разовых доз по весу более 150 граммов особо опасного психотропного вещества МДМА. Но вот эти вещества, которые пытаются перевезти или завезти, возможно, в Беларусь, вот они оседают или большей частью уходят дальше? Куда? В России? Значит, все крупные партии по уголовным делам в отношении крупных партий наркотиков и психотропных веществ, все они следовали транзитами стран Евросоюза в Российскую Федерацию. То есть у нас они не задерживаются практически? Крупные партии, те, которые были выявлены, они не предназначались для употребления на территории, избыта на территории Республики Беларусь. И, как вы уже сказали, большей частью это из Европы этот транзит идет, да? Ну... Какой национальности, возможно, нарушители, какого возраста? Вы уже говорили, что даже несовершеннолетние участвуют. Но вот тенденция какова? Что касается тенденций, как я уже сказал, перемещение осуществляется со стран Евросоюза. В основном, основная масса этих преступлений, она совершена иностранными гражданами, к сожалению. Вот. Это, в первую очередь, граждане Российской Федерации, вот если брать по 2017 году, задержаны, привлечены к ответственности за незаконное перемещение, в том числе крупных партий, 16 граждан Российской Федерации, в текущем году уже 13. Безусловно, третью часть этих преступлений, приблизительно третью часть совершают граждане Республики Беларусь. Но что касается транзита, это, в основном, как я уже сказал, граждане Российской Федерации. Часть из них, постоянно или временно проживающие на территории стран Евросоюза, это, в основном, Бельгия, Франция. Вот. Также за незаконное перемещение наркотиков привлекались граждане Польши, Украины, Франции, Чехии, Бельгии. Вот такое вот приблизительно. Что, в принципе, и усложняет принятие фиктивных мер профилактики в отношении данных правонарушений. Но наказаны они в соответствии с нашим законом, да, я так понимаю? Насколько суров этот закон в целом, если взять? Какую ответственность они имеют? Вы несколько примеров приводили, но в целом. Значит, одно из профилактических мер, наиболее действенных, как показывает практика, это неотвратимость и соизмеримость наказания за совершенное преступление. Ответственность за незаконное перемещение наркотиков через границу нашим законодательством установлена по статье 328 прим Уголовного кодекса Республики Беларусь, которая отнесена к главе преступления против здоровья населения. В соответствии с санкцией части 1 статьи данной, все эти преступления отнесены к категории тяжких преступлений. В соответствии с санкцией части 1 статьи 328 прим предусмотрена ответственность от 3 до 7 лет. В соответствии с санкцией части 2 данной статьи за незаконное перемещение наркотических и психотропных веществ в крупном размере, либо повторно установлена уголовная ответственность от 5 до 10 лет лишения свободы безальтернативно. То есть предусмотрено наказание только связанное с лишением свободы. Если брать в комплексе, дело в том, что данные преступления, они совершают незаконное перемещение по совокупности с другим преступлением, предусмотренным статьей 328 Уголовного кодекса Республики Беларусь, это незаконное хранение и перевозка наркотических средств. По совокупности, по данным статьям, в случае, если будет установлено, что перевозка перемещения осуществлялась с целью сбыта, по статье 328 части 3 Уголовного кодекса Республики Беларусь, которая отнесена к категории особо тяжких преступлений, предусмотрено наказание, связанное с лишением свободы, от 8 до 15 лет с конфискацией имущества. Поэтому именно наказание за незаконное перемещение, оно наступает по совокупности данных статей Уголовного кодекса Республики Беларусь. А наш закон на фоне других стран более суров? Что касается законодательства нашего по противодействию наркотиков, законодательство Республики Беларусь, оно строится в первую очередь на нормах международного права. Республика Беларусь является участником Международной конвенции ООН по борьбе с незаконным оборотом наркотических и психотропных веществ, которой она присоединилась в 1989 году, а также связанной с незаконной конвенцией об противодействии психотропным веществам 1979 года. И в соответствии с этими конвенциями Республика Беларусь приняла на себя обязательства по осуществлению противодействия незаконному обороту наркотических средств. И наше законодательство, оно строится в первую очередь с нормами международного права и нашими обязательствами по таможенному законодательству Евразийского экономического союза по международным конвенциям. В соответствии с данными конвенциями и международным законодательством, участник конвенции, каждое государство имеет право в рамках своего государства принять дополнительные меры по защите своей страны от незаконного оборота наркотических средств. Поэтому, принимая во внимание, что в странах Евросоюза некоторых произошло в последнее время либерализация данных, особенно в отношении легких наркотиков, то Республика Беларусь здесь принимает принципиальную позицию и выполняет все свои обязательства именно по противодействию незаконному обороту наркотических средств. Что касается транзита наркотиков, есть еще такой нюанс, который касается лекарственных препаратов. Давайте расставим точки над «и». Да, действительно, значительное количество правонарушений, связанных с незаконным перемещением через таможенную границу наркотических средств и психотропных веществ, связано именно с незаконным перемещением лекарственных средств, содержащих опасные психотропные вещества и наркотические средства. Законодательством, таможенным законодательством в первую очередь и законодательством Республики Беларусь, лекарственные средства, содержащие в себе опасные психотропные вещества и наркотические вещества, ограничены к перемещению через таможенную границу и запрещены. Запрещены они в объемах, полностью запрещены они в объемах, что касается лекарственных средств, содержащих наркотические психотропные вещества, свыше 90 разовых доз, а что касается содержащих наркотические вещества, не более недельной нормы употребления. До указанных объемов у нас ограничено перемещение через границу указанных средств и допускается при обязательном письменном декларировании и предоставлении медицинских документов. Если они на иностранном языке, то, соответственно, должен быть нотариально заверенный перевод на язык страны в ВОЗа. Это нормы международного законодательства. То есть, если этих документов не будет, то последует наказание? Из сложившейся практики, из тех правонарушений и уголовных дел следует отметить, что гражданам необходимо, в случае, если они не знают, содержат ли рекарственные средства, перемещаемые ими, какие-либо запрещенные вещества, в этой ситуации им следует либо их задекларировать предварительно, либо обратиться к сотрудникам таможни до начала операции таможенного контроля, чтобы они проверили и разъяснили им порядок перемещения через границу указанных лекарственных средств, которые они перемещают для личного потребления. Хорошо. Может ли улучшить ситуацию с транзитом наркотиков профилактика? Если проводится такова, то в чем она заключается? Что касается профилактических мероприятий, как я уже сказал, в связи с тем, что большая часть этих преступлений, она совершается иностранными гражданами, в связи с этим эффективность профилактических мер, она в настоящее время недостаточна. Вместе с тем, профилактика именно правонарушений, связанных с нарушением таможенного законодательства, она находится на постоянном контроле в Брестской транспортной прокуратуре. Как я уже сказал, данные вопросы неоднократно выносились на рассмотрение координационного совещания по борьбе с преступностью и коррупцией Брестского транспортного региона, где был принят ряд дополнительных организационно-практических мер. Кроме этого, в своей деятельности при осуществлении надзора за исполнением законодательства мы принимаем меры, в том числе и вносим акты прокурорского реагирования. В соответствии с требованиями законодательства и принятых мерах по профилактике во всех пунктах таможенного оформления в настоящее время имеется информация от порядка перемещения товаров через границу. Об ответственности, в частности, отдельной строкой на всех пунктах таможенного оформления размещена информация о порядке перемещения лекарственных средств, об ответственности за перемещение наркотических и психотропных веществ. Кроме этого, в настоящее время Брестской транспортной прокуратурой принимаются дополнительные меры по координации деятельности перевозчиков, занимающихся международными перевозками, по исполнению требований, изложенных в статье 15 Конвенции о борьбе с международной наркотиками, в соответствии с которыми международный перевозчик обязан принять все меры по противодействию вовлечению транспортных средств, от существующих международной перевозки, в незаконное перемещение товаров. Что касается еще вопросов профилактики, то необходимо отметить, пользуясь случаем, что с 1 января 2019 года решением номер 1 Совета Евразийского экономического союза от 1 ноября 2018 года вносятся изменения в порядок беспошлиного перемещения товаров через границу физическими лицами для личного пользования. В частности, эти нормы с 1 января 2019 года уменьшаются до 25 килограмм по весу и до 300 евро по стоимости. Я думаю, что нашим телезрителям в целях недопущения, избежания правонарушений, связанных с незаконным перемещением товаров, эта информация будет полезна. Да, о наркотиках тоже не стоит забывать. И не стоит надеяться на то, что вот так вот, если даже один раз получится, то на другой раз вас не... не знаю даже, как лучше выразиться. Я вам скажу, что в целях профилактики все-таки наиболее эффективным, как я сказал, методом профилактики является неотвратимость и соразмерность наказания. Вот. Поэтому эта информация о привлечении к ответственности за незаконный оборот наркотиков в целях профилактики, она доводится до сведений о граждан, в том числе. И именно те сроки наказания, которые установлены за данное нарушение, они, я думаю, возымеют свой профилактический эффект. Ну, я думаю, что и наша встреча с вами тоже возымеет профилактический эффект обязательно. А я напоминаю, с нами был Брестский транспортный прокурор Валерий Михайлович Королюк. Спасибо за беседу. Спасибо вам. Спасибо вам, уважаемые телезрители, что все это время были с нами. До новых встреч. Субтитры подогнал «Симон»